Я благодарю Мехмек, Гленн, Дебру и особенно моего наставника Дэвида Нэша. Я рада, что он смог приехать. Мы много говорим о новых терапиях и видах лечения, и даже о профилактических техниках, основанных на изменении поведения, таких как, например, отказ от курения, улучшение питания. Говорим, что не нужно кушать слишком много пончиков. Но мы все знаем, что существует тесная связь между здоровьем нашего ума и тела, между стрессом и нашим благополучием. Хорошая новость в том, что существуют недорогие средства и техники, такие как медитация, которые помогают нам, детям и взрослым, справляться с ежедневными стрессами, быть более продуктивными и стабильными, и даже оказывать позитивное влияние на наше здоровье. Однако есть много неверных представлений о том, что такое медитация. Чтобы узнать больше, давайте посмотрим это видео. Итак, вопрос. Опра Уинфри, Джерри Сайнфелд, Руперт Мердок, Кейти Перри и сестра-близнец Барбар Буш. Дальше друг от друга не бывает. Что их объединяет? Медитация. И хотя медитация становится мейнстримом, на самом деле многие из нас думают, что медитация выглядит вот так. Нужно быть в каком-то сумасшедшем месте, в которое вы никогда бы не пошли. И сегодня мы развеем самые большие мифы о медитации. Чтобы показать, почему знаменитости и другие практикуют медитацию, я пригласил международного известного эксперта Боба Ротха. Он обучил медитации самых известных людей в мире, включая тех, о которых я только что упомянул. Он обучил меня, всю мою команду, всю команду Опрри Уинфри. От него мы узнали об этом. Когда люди слышат слово медитация, несмотря на то, что они уважают тех, кто ей занимается, они настроены скептически. Вы были скептиком. Что вас переубедило? Существует много заблуждений в отношении слова медитация. Под медитацией понимают все, что угодно. Бег трусой, кросс, может, религия, что угодно. Но, к счастью, сегодня есть научный подход. И это то, что привлекло меня, и поэтому я обучился. Я был беспокойным, я ощущал стресс. Мне нужно было больше энергии, больше фокуса. Я не собирался всю жизнь пить лекарства. У них есть своя роль. Кто-то рассказал мне о медитации, и я подумал, я скептик. А мне ответили, что она работает, даже если относиться к ней скептически. И я попробовал. Я обучился, и это изменило мою жизнь. Давайте развенчаем мифы. Надеюсь, с вашей помощью и с помощью науки, которую вы упомянули, мы сможем убедить людей, что это именно то изменение, которое следует сделать в этом году. Первый миф – нет времени. У кого есть время медитировать, сидеть, ничего не делать? Многие считают, что нужно много часов времени, прежде чем они увидят результаты. Нет, опять же, есть много разных видов медитации. Но когда вы должным образом поняли и правильно практикуете медитацию, ей легко обучиться. Результаты, согласно научным исследованиям, приходят практически сразу, в первые пару дней. Давайте поговорим немножко об этом. Что говорит наука? Медитация может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Распространение на причинах смертности в Америке. Помогает в уменьшении кровяного давления. Она может помочь уменьшить боли в спине. Почему мы об этом говорим, кстати? Потому что Американская Ассоциация Сердца впервые рекомендовала медитацию. Также есть проблема тревоги и депрессии, которую упомянул Боб. И опять же, есть довольно хорошее исследование, что Тей может дать положительный результат. Она не заменит все остальное, что вы можете использовать. Но если это доступно, почему бы это не попробовать? Это великолепное вспомогательное средство. Инструмент среди инструментов. Важный инструмент. Следующий миф. Это подходит только для определенного типа людей. Нужно быть хиппи. Вы занимаетесь медитацией 45 лет. И каждый день развеиваете этот стереотип. А теперь я рада представить Боба Ротхак, директора фонда Дэвида Линджа. Он представит нам некоторые данные, как медитация может повлиять на наше здоровье. Затем я представлю одного из наших особых гостей. Одного из пяти, которых вы видели в начале клипа, которые присоединились к нам на этом мероприятии. И они расскажут о влиянии медитации на детей. Спасибо, замечательный Робин, Ваше Высокопреосвященство и все собравшиеся за чудесную возможность выступить перед вами. Когда вы думаете о том, каким должен быть учитель медитации, я, наверное, не похож на такого человека. Я скептик. Я настолько скептичен, что мой отец, врач, говорил мне, расслабься, потому что я по натуре скептик. Я люблю науку. Я не увлекаюсь паранормальным или оккультизмом. Люблю реальные вещи. Я также еврей. У меня есть своя вера. И все эти вещи не конфликтуют, а поддерживают друг друга. Я думаю, что суть медитации. Но прежде всего вопрос, кто из вас пробовал какой-то вид медитации? Кто из вас занимается регулярно? Очень хорошо. Это очень интересно, потому что, когда мы говорили о здравоохранении, мы говорили о том, как создать лекарства для 21 века. В основном мы говорили о том, что находится от шеи и ниже, как мы едим, какие упражнения делаем. Ну вот есть орган весом полтора килограмма, 2% от веса тела, с которым мы почти ничего не делаем с точки зрения упражнений. И весь разговор о медитации, я вам скажу, я обучаю, я занимался этим 50 лет уже, мне скоро 68 лет, и я почти никогда не болею. И сейчас у меня больше энергии, чем когда-либо в моей жизни. Но весь разговор о медитации должен выйти из сферы философии или оккультизма и перейти в очень серьезную и научную сферу. Сейчас я хотел бы прояснить, потому что есть некоторый туман вокруг понятия медитация. Никто на самом деле не знает, что это такое. Люди говорят, я медитирую, у меня великолепные медитативные тексты, когда я прихожу на службу, и есть вот такое понимание, что медитация – это молитва. Другие говорят, я бегаю трусцой, вот моя медитация. Я слушаю музыку, это моя медитация. Исследователи определили, что существует три основных вида медитации. Сейчас мы проведем своего рода учебный модуль по медитации, а потом мы продолжим нашу беседу. Чтобы понять, что такое медитация, используем такую аналогию. Вы сидите в маленькой лодке посредине океана. И вдруг на поверхности появляются огромные 10-15-метровые волны. Вы чувствуете, что весь океан пришел в волнение. Вы в маленькой лодке, 15-метровые волны. Вы чувствуете, что весь океан штормит. Но весь ли океан штормит? Если бы вы могли сделать вертикальный разряд с океана, вы бы увидели, что, может быть, у вас волны 10 метров, но на самом деле океан глубиной 1,5 километра. Хотя на поверхности океан может быть очень неспокойным, в глубине он предельно спокоен. Я использую это как аналогию ума. Поверхность и уровень ума бурный. Это мыслящий ум. Я называю это ум, который постоянно что-то должен. Я должен сделать это, вот это, я должен позвонить ему, ей, я должен написать список, я должен составить новый список, потом нужно найти этот список. Мне нужно не торопиться, но люди говорят, нужно поспешить, теперь нужно идти спать, теперь пора вставать. У кого-то так бывает? Естественное человеческое желание. Желание иметь внутреннее спокойствие, внутреннюю ясность, внутреннюю легкость, внутреннюю пробужденность. Ключевое слово здесь — внутреннее. И вопрос такой, существует ли это внутреннее? И если да, то как его заполучить? Именно это и было сферой медитации во все времена. И вот, что я хотел бы подчеркнуть. Медитационные техники, о которых я говорю, не являются религиозными. Они поддерживают все религии. Они делают нас более здоровыми. Мы говорим с вами о технике здоровья. Итак, один из типов медитации называется фокусированное внимание. Это концентрационная форма медитации. Чтобы успокоить ум, вы пытаетесь освободить его от мыслей. Вы приходите на занятия, вам говорят, хорошо, остановите мысли, перестаньте думать. Когда мне это сказали, я подумал, окей, хорошо. А потом я на Ближнем Востоке установлю мир. Потому что мой ум очень активный. Когда мы практикуем этот тип медитации, наш мозг генерирует гамма-волны. 20-50 циклов в секунду. В особенности в левой доле лобной части мозга. Мы сфокусированы, концентрируемся. Когда ребенок делает уроки, у него гамма-волны. Второй вид медитации называется открытый мониторинг. В нашем океане это инструмент наблюдения. Это как практика mindfulness, осознанности. Кто-нибудь пробовал mindfulness? Осознанность. Это инструмент наблюдения. Вы беспристрастно наблюдаете за вашими мыслями, чувствами, настроениями. В этой практике мозг генерирует то, что называется тета-волны. Это 5-8 циклов в секунду. Как перед началом сновидения. Третий тип медитации называется самотрансцендирование. Трансцендентальная медитация относится к этому виду. И в этой медитации есть гипотеза, что глубоко внутри каждого человеческого существа, мы все еще на человеческом уровне, глубоко внутри каждого человеческого существа есть уровень сознания, прямо сейчас, который уже спокоен, уравновешен, умиротворен и полностью пробужден. Это часть моего ума. Точно так же, как я могу быть в таком активном состоянии, как ребенок, который из спокойного состояния вдруг захвачен яростью, ум точно так же успокаивается. И когда мы ощущаем это спокойствие во время трансцендентальной медитации, наш мозг генерирует волны с частотой альфа-1. Упорядоченность, конкретность распространяется на весь мозг. Это состояние глубокого подрастающего покоя. В это время потребление кислорода снижается, электрическое сопротивление кожи повышается, уровень кортизола снижается на 30%, Повышается уровень серотонина. Польза для повседневной жизни огромная. Особенно это касается снижения высокого кровяного давления, угрозы инсульта, болезни сердца. Когда Робин попросил меня провести эту сессию, я подумал, хорошо, я покажу графики с научными исследованиями, но что я хотел бы сделать, особенно учитывая, что к нам присоединится мой хороший друг, я хотел бы изменить угол зрения. Давайте предположим, что медитация уже работает и приносит пользу. Как мы используем это, чтобы дать должный ответ на проблемы в области физического здоровья, умственного здоровья и проблем поведения, которые оказывают негативное влияние на наш мир, и особенно детей, особенно детей, которые захвачены стрессом? Я возглавляю фонд, который обеспечил обучение трансцендентальной медитации 600 тысяч школьников из 35 стран бесплатно. Мы также работаем над тем, чтобы дать эту технику ветеранам войн, страдающим от посттравматического стрессового расстройства, женщинам и детям, которые являются жертвами насилия, полового характера или бытового насилия. А сейчас мы уделяем много внимания такой проблеме, как опиодная наркомания. Вы знаете о преступлении в школе Паркленд, штат Форида, в США. 17 молодых людей были убиты в перестрелке. Знаете ли вы, что в США от опиодной наркомании погибает 15 молодых людей каждый день? И мы должны что-то сделать. Я хочу показать вам 4-минутное видео с обзором работы, которую мы ведем, а затем к нам присоединится замечательная женщина, которая оказывает очень позитивное влияние на мир. Итак, посмотрим видео. Это опасный район, и многим детям здесь очень-очень трудно. Многие подростки из моего окружения чувствуют, что они, вероятно, не доживут до своего 18-летия. Когда они приходят из своих травмированных микрорайонов, очень часто они приносят стрессы сюда. Когда мы с друзьями, мы всегда смотрим по сторонам, никогда не знают, что может произойти. Они приходят сюда с ощущением, что у них нет никаких шансов. Каждый день мы получаем звонки. Произошла какая-нибудь драка на углу, кого-то ударили ножом. Здесь уровень потребления наркотиков очень высокий. Если мы не найдем решения, эти дети, возможно, будут потеряны. В 8.15 звонит звонок, и вся деятельность прекращается. И мы медитируем. Благодаря трансцендентальной медитации мы начинаем видеть, что они уходят от наркотиков. Прекратились драки, исчезла агрессивность. Раньше, во время учебы, я очень часто отвлекалась, но теперь очень сфокусирована. Мое здоровье также улучшилось. Мариа, мы все вместе. Мариа, мы все вместе. Мы все вместе. Когда эти девочки приходят, они просто разбиты. Потом мы проводим время тишины, и все смягчается. Они выходят из класса, чувствуя себя нормально, уравновешенно. И это великолепно. Если мы можем достичь изменений в каждом из нас, изменений внутри, мы изменим школы, и они, в свою очередь, изменят сообщество. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Эта медитация должна быть на том же самом уровне, что и правильное питание, или физические упражнения. И это не заменяет религию. Это только улучшает наше здоровье. Когда мы испытываем давление стресса, это разрывает связи между частями мозга. Когда мы садимся, успокаиваемся, получаем доступ к покою внутри нас, мы наблюдаем больше коммуникацию между разными частями мозга. Происходит оживление работы лобных талей мозга, которые выполняют исполнительную функцию, оказывают успокаивающее влияние на менталевидную железу, это центры реактивности. Происходит оживление сети пассивного режима работы мозга, которая также является центром воображения. Благодаря нейропластичности мозга все эти связи сохраняются и после того, как мы заканчиваем медитировать. Это позволяет нам быть в большей степени самими собой. А Бог помогает тем, кто помогает себе. А сейчас я хотел бы кое-кого представить. Мне хотелось бы очень много сказать о ней, кроме вот этой статистики. У меня в Твиттере, по-моему, 13 человек, а Кейти Перри стала первым человеком в мире, у кого количество подписчиков в Твиттере превысило 100 миллионов. Было продано 18 миллиардов стримов, более 40 миллионов экземпляров альбомов и 125 миллионов треков. Более того, Кейти является активным сторонником большого количества благотворительных проектов. В 2013 году ее назвали послом доброй воли ЮНИСЕФ за ее активную работу по улучшению жизни детей во всем мире. В 2016 году ей вручили гуманитарную награду Уоди Хепберон. Я обучил ее медитации в 2010 году. Она мой хороший друг. Пожалуйста, поприветствуем чудесную и мудрую Кейти Перри. Доброе утро. Привет, Бобби. Моя мама зовет меня Бобби. Случайное совпадение. Да. Я хотел бы, чтобы вы просто послушали. Мы делаем обзор, делаем введение в медитацию и говорим о том, для чего человеку, у которого такая активная жизнь, которому предъявляются такие большие требования, у которого много желаний, выделять время, 20 минут, для того, чтобы медитировать. Начнем с этого. Почему ты медитируешь? Это хороший вопрос. Я медитирую, как и многие из нас. Мы заняты своей личной жизнью, карьерой. Я человек, которому необходимо принимать множество ответственных решений одновременно. Еще до того, как я сделала большую карьеру, я водила машину, ела свой чизбургер и одновременно красила губы. Я, конечно, так не рекомендую делать. Что сильно огорчало полицию Лос-Анджелеса. Да, у меня всегда был полный график. И я заметила до того, как начала медитировать, что у меня происходят короткие замыкания, как айфон, когда он просто выключается у вас в руках, а вы пытались что-то сделать. Я поняла, что мне надо позаботиться о своем умственном здоровье, моем уме, который является важной частью меня, кроме моего тела и сердца. Я поняла, что мне нужно его защищать, и Бобби смог меня обучить медитации в Индии. И покой, который я почувствовала, это гораздо больше, чем все то, что я когда-либо ощущала. И это совсем не то же самое, что подремать. Люди говорят, а я просто посплю два часа. Это полностью отличается от сна. Я вчера тебе сказала, что сон — это чистка зубов щеткой, а медитация — это чистка зубов зубной нитью. Многие люди чистят зубы, но у них все равно очень интересный запах изо рта. Так что нужно от камней избавляться. Со своей стороны, я хочу сказать, за что я люблю Кейти. Не только потому, что она прилетела сюда, чтобы быть сегодня с нами, но и потому, что... Когда мы говорим о медитации, ОТМ, мы говорим о чем-то, что стоит относительно мало. И мы должны донести до людей, разрушить неверные представления, ограниченное представление об этой медитации и о медитации в целом. И у нашей некоммерческой организации нет многомиллиардных рекламных кампаний в этой области. Все идет через устные рекомендации. А Кейти Перри доверяют многие сотни миллионов людей. И я очень признателен тебе, потому что твои слова... Знаете, 600 тысяч детей обучились трансцендентальной медитации, и многие это сделали из-за твоих слов. Ты спасаешь. И это не про увеличение. Ты спасла тысячи и тысячи жизней. Слова — это большая сила. Бог создал мир словами. А что ты говоришь тем, кто говорит, что это религия? Ну, есть люди, у которых на футболке написано, кроссфит — это религия. Можно что угодно назвать религией. Эта практика настолько религиозна, насколько религиозно правильное питание или упражнение для тела. Я выросла в христианской семье. Моя мама сегодня здесь. Оба моих родителя — проповедники. Меня учили тому, что наше тело — это храм. И если это так, тогда я должна заботиться о своем уме, теле, о душе. И эта медитация заботится об уме. Когда я медитирую, мой мозг как будто раскрывается. Как будто орел загорается вокруг головы. Как будто я снимаю паутину с нейронных связок и создаю новые нейронные связки. Это невероятный покой. Также нужно сказать, что этот процесс выводит на поверхность некоторые из самых лучших творческих идей, когда я выхожу из медитации. Я считаю, что если заботиться о храме своего тела — это религия, то запишите меня в эту религию. В Чикаго три года два-три года назад лаборатория по исследованию преступности Чикагского университета сделала запрос. Они были очень обеспокоены высоким уровнем насилия в Чикаго. Детям школьного возраста приходится спать в ваннах иногда из-за пуль, которые могут пройти сквозь стены. И они обратились с запросом. Может ли кто-то предложить что-то для того, чтобы снизить насилие и аресты в государственных школах? 230 благотворительных организаций предоставили заявки на участие. Были выбраны три, среди которых был фонд Дэвида Линча. Возможно, эти суммы ничего не значат для вас, но в первом году они дали нам 300 тысяч долларов для проведения программы в нескольких школах. Мы обучаем детей тому, что мы называем время тишины. Результаты были настолько значительными, что в прошлом году финансирование возросло еще на 1 миллион долларов. И в образовании, как вы знаете, это огромные деньги. Результат был великолепным, и в этом году бюджет 2,6 миллиона долларов. Предварительный показатель это значительное снижение числа арестов среди медитирующих детей в летние месяцы. Это огромный результат, потому что там давно существует протоктанная дорожка из школы в тюрьму, если ребенок застрессован и нервозен. Мы знаем наших детей, они не могут обрабатывать 24 часа всю эту информацию. Большая часть того, о чем я говорю, я узнал от Мехмеда и его жены Лизы. Мозг не может все это перерабатывать. Что мы сейчас делаем, мы просто даем им инструмент, которому они могут обучиться очень легко. Никакой философии. Это самое великолепное. Я яростный скептик. Вы можете быть 100% скептиком и заниматься этим. Вы можете сказать, я не верю в гравитацию. Точно так же, в этой конкретной форме медитации есть трансцендирование, что значит успокоение ума. Однажды я сказал одной женщине, трансцендентальная медитация. А она сказала, боже мой, что такое трансцендентальная медитация? Трансцендировать означает успокаиваться. Она спросила, как вы знаете, что 20 минут уже прошли? Я сказал, ну посмотрите на часы. Мы никуда не уходим, мы просто успокаиваемся. Моя цель, я потом передам слово Кейти, но я здесь потому, что когда я был молодым человеком, я работал на Бобби Кеннеди. Я хотел быть сенатором США, как Бобби Кеннеди. Я хотел изменить мир. Но ты уже его меняешь. Я думал, что это будет через политику. Но это же лучше. Да. Я понял, что политика никогда не исцелит душу нации. Так и есть. Мы с тобой как комментаторы. Я говорю, он забил гол, а потом Кейти, он зашел с фланга. Да, у нас дуэт. Когда я обучился медитации, мои первые ощущения не были такими, что я хочу просветлеть. Мои первые ощущения были, я хочу дать это детям в школах. Это было 28-29 июня 69-го года. Я был очень удовлетворен. Сейчас такие времена, что о медитации можно говорить. Когда друзья моих родителей спрашивали, а чем Бобби занимается? Они сквозь зубы говорили, обучают медитации. Что-что? Обучают медитации. А теперь мы здесь. Кейти. Я думаю, что это замечательно. Тот зов, который ты услышал, что ты ему последовал. Прекрасно быть преданным тому, что служит на благо другим. Для меня я люблю молодежь. Честно, если бы я не знала, сколько мне лет, я бы, наверное, сказала 21. Я была 13-летней очень долгое время. А я думал, что 6. Нет, точно 7. Я точно в сознательном возрасте. Я люблю людей как таковых. Я вижу их, я сочувствую им. Я эмпат. Я вижу, насколько они застрессованы из-за своих устройств, из-за стремления не отставать от других, что они стремятся подражать тому, что они видят онлайн, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Снепчате. Я не знаю, если у вас есть дети, но даже я, первое, что я делаю, когда просыпаюсь, я хватаю вот это и потом держать это 10, 12, 13 часов в день и быть постоянно на связи. Многие из этих детей не знают, что такое жизнь без интернета, без постов. Вот эти дети 10, 11, 12, 13 лет говорят, что мы не знаем, что такое CD-диски. Я никогда не думала, что я буду говорить такое. Я говорю, как моя мама сейчас. Ты права, спустя все эти годы. Я им так сочувствую. Я знаю, что медитация — это такое невероятное средство. Я хочу отключиться для того, чтобы снова соединиться с собой. Я думаю, что очень важно иметь этот инструмент, иметь это время тишины в школах, чтобы дети могли сохранять фокус внимания. Эта способность сегодня ниже, чем когда-либо, чтобы у них была способность узнать себя, найти свое настоящее «я». Им постоянно тысячи раз в день рекламируют разными способами их не настоящее «я». Их не настоящее «я». Идет борьба. Если мы что-то можем сделать, по моему личному опыту, медитация — это ключ для того, чтобы действительно найти свое настоящее «я». Найти это спокойствие, подзарядить себя, обрести силу, силу ума, физическую силу, силу иммунитета, чтобы принять вызов этого большого технологического мира. Два года назад... Давай селфи сделаем? Шучу. Она так на своих выступлениях делает. Сейчас пиццу закажешь, да? По-моему, ты сказала что-то интересное в отношении медитации. Ты сказала, что дойти до вершины тяжело, но остаться на вершине — вот что действительно сложно. Медитация? Нет, что медитация помогает тебе оставаться на вершине. Да. Больше денег — больше проблем, как говорят. Твои проблемы не исчезают. Когда ты живешь под прожектором успеха, они просто увеличиваются, как под микроскопом. Я очень благодарна за возможность и за этот прожектор, который позволяет мне поделиться этим. Но я просто человек, и я совершаю ошибки. И публично. Я чувствую, что дети иногда учатся повторяя мои ошибки. И я признаю эти ошибки. Я их признаю. Я думаю, что... Я очень благодарна. Я получаю огромное количество внимания, но Бог не дает тебе больше, чем то, с чем ты можешь справиться. Твой голос очень важен, в особенности в отношении опиоидной наркомании. Вы знаете, что от передозировки за последние 26 лет в Америке погибло 787 548 человек. Это больше, чем погибло американцев во всех войнах, включая Первую мировую. Что мы делаем для этой эпидемии травм и стрессов, которые разрушают молодые жизни? Та мысль, которую я хотел бы донести, заключается в том, что в наборе инструментов для жизни в основе для многих из нас, конечно, лежит вера, но нам также нужно хорошо питаться, заниматься фитнесом, любить людей, служить людям. Но нам также нужен инструмент, простой и не требующий усилий, чтобы получать доступ к покою, который присутствует внутри каждого человека. Это не потому, что я еврей или католик или мусульманин или атеист. Гипотеза такова, что этот уровень есть. И когда мы получаем этот опыт, сейчас, в эту научную эпоху, мы видим целый набор изменений. Вы можете зайти на наш веб-сайт tm.org и увидеть ссылки на все то, о чем я говорил. Или посмотреть книгу доктора Розенталя под названием «Трансценденция» или мою книгу «Сила в покое» с демонстрацией всех данных. Но для меня, возвращаясь к Бобби Кеннеди, человек, с которым я знаком, который меня очень сильно вдохновляет, это Рэй Чемберс, которого знают многие из вас. Рэй научил меня думать масштабно. С его вдохновением я хочу обучить медитации миллион сирийских беженцев. Почему бы нет? Почему бы нет? Рэй хочет создать города мира. Нужно сказать, что фонд Дэвида Линча сейчас официальная негосударственная организация при ООН. И Рэй вдохновил нас создать города и страны мира. 10 тысяч детей в фавелах или неподалеку от них в Бразилии. Повсюду в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Соединенных Штатах. Я упомянул исследования в Чикаго. Теперь мы хотим повторить это с четырьмя тысячами детей в Бронксе, в Бруклине, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, округ Колумбия, при помощи великодушной поддержки фонда Джеффри и Роны Абрамсон и их центра мира. Мы работаем также с Стивеном Ченненом. У нас есть офис в нескольких кварталах от Капитолия, где мы сейчас обучаем. И вы будете за это благодарны. Мы обучаем членов Конгресса с обоих партий. Мы хотим, чтобы это было доступно всем. Я хотел бы дать заключительное слово Кейти. Я очень благодарна быть здесь. Спасибо за возможность быть с вами. Спасибо за то, что позволили мне прийти. за ваше внимание. Я хочу быть просто посланником. И это одно из самых великих посланий, которые я получила. И на таком простом, современном, научном уровне это помогло мне побороть тревожность. Вместо того, чтобы пить лекарство, я обратилась к этому. Она помогает при смене часовых поясов. Сегодня мы медитировали в 7 утра. А всем итальянцам я хотел сказать, что это очень помогает при похмелье. Последнее замечание. Я слышал из выступлений, в особенности в развивающихся странах, есть ограниченный доступ к лечению. А здесь речь идет о профилактике. Я должен сказать, что дети в группе риска есть и в самых богатых школах Америки. И все мы знаем об этом. И разве это не замечательно дать им инструмент? Есть другие инструменты, другие медитации. Я медитирую, а затем молюсь. И ощущаю гораздо больше единения. Спасибо большое. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.